Рёв моторов и ляск гусениц. А ещё аплодисменты, кричалки и цветомузыка. В Варшаве завершился финал мирового чемпионата по игре «Мир танков». Азиатские геймеры, как могли, теснили европейских, но западные кибератлеты выстояли. А победили и вовсе россияне. Все подробности в сюжете Михаила Лисецкого. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На эмоциональном уровне теперь спорт не сложнее футбола. За ним интересно наблюдать и болеть. Здесь те же спортивные роли, что и везде. Вот крепкие среднички «Казна» уже в полуфинале. Вот тёмная лошадка «Элгейминг». Китайцы – победители азиатских отборов. Но главная фиша турнира, по сути, досрочный финал – это схватка действующих чемпионов «Нави» против новичков «Хеллрейзерс». Россиян большинство в обеих дружинах. Но отечественная номинально считается вторая. «Нави», конечно, фавориты, но с оговорками. Сама игра изменилась, и всё пришло в движение. Появились новые команды, которые готовы смять «Нави». И такое уже случалось. Наблюдать за профессиональной сценой сейчас одно удовольствие. Это такая игра престолов, но среди про-геймеров. Сейчас абсолютно другое «Орл оф Танкс». Неважно, что ты выиграл до этого, там, три года, и, может быть, там, десять лет, или сколько угодно. Потому что новые правила, новый формат. Он заставляет команде ехать вперёд, вырабатывать постоянно новые тактики. Капитан как в воду глядел. Его команду переиграли. На региональных отборочных в Беларуси «Хелл Рейзерс» пристреливались. Нынче действовали прицельно и жёстко. 5-2. Очевидно, разговор. В Минске решало всё почти удачу. Сейчас удачи не было. Решил чистый скил. Лидеры уступают, но зрелище от этого только выигрывает. Компания-разработчик вложила в развитие прогеймерского направления мира танков уже больше 25 миллионов долларов. Так как, верит, нащупала золотую жилу. И за подобными шоу – будущее большого спорта. Это новый, ну, не знаю, клондайк, дикий запад. Поэтому надо шевелиться, надо проактивно действовать. Да, и если для этого требуются какие-то инвестиции, ну, это бизнес. То есть кто не рискует, тот не пьёт по финалу шампанское. Кстати, о финале. Он оказался формальным, хотя и знаковым. Впервые за золотые медали World of Tanks запад бился с Востоком. Но приз в 150 тысяч долларов уходит к россиянам легко. 7-1. С чем мы их и поздравляем. Михаил Лисецкий, Алексей Батов, Варшава.